всем привет с вами лилия донского и сегодня мы будем с вами делать макияж как я обещала покажу вариант макияжа тропиканка это очень необычный такой летний вариант макияжа и так поехали нам для того чтобы начать макияж нужно сначала выровнять лицо я беру праймер как всегда за ван беру небольшую каплю плоскую кисть как обычно кто смотрит мои видео уже привыкли и быстро наношу на кожу лица кожа у меня уже подготовленная уход сделан как всегда без ухода макияж мы не делаем так все это занимает очень мало времени следующий мы берем тон я использую тоже серии zivan на ледниковой воде сейчас у меня код 33 158 кожи немножечко под загореть можно будет на более темный пушистой кистью набирают он и быстро быстро наношу на все лицо не забываем про кожу вокруг глаз веки то есть мы как с палитрой работаем как с холстом готовим лицо к нанесению макияжа чем хороша это кисть она абсолютно не травмирует кожу очень легко скользит по лицу распределяет он можно сделать два слоя если вам кажется что нужно выровнять и делаю такие смахи чтобы не было четкой границы следующая берем корректор я сейчас использую серии giordani gold плоскую кисть набирая немного корректора и убираем синяки находим источник откуда идет синяк у меня например вот эта венка быстро убираем синяки следующий этап нам нужно с вами взять пушистую кисть пудру и зафиксировать тон и потом только наносить румяна я использую рассыпчатую пудру из серии the one набираю много много пудры чуть-чуть стучу и быстренько прохожусь по всему лицу кисть на самом деле делать очень быстро потом берем румяна шариках можно можно прессованы какие вы любите такие используете набираем румяна на кисточку стучим и делаем легкий набросок что мы румяненькие но не сильно сейчас не модно слишком яркие румяна остаточки мы везде распределяем все лицо посвежела похорошела заметно да сразу все работаем с бровями для этого я беру карандаш для бровей и серии giordani gold и кисточкой быстро расчесываю сначала брови так расчесали далеко не убираем берем плоскую кисть такой вот плоскую кисточку скошенную беру корректор для бровей который быстрее бы закончился я люблю начинать все новое и аккуратненько делаем бровь сначала одну начинаем с более светлого оттенка и уходим в темный сейчас модно бровь такую делать не слишком яркую но достаточно широкая должна быть бровь и если вы хотите увеличить что тут внизу чуть-чуть можно дорисовать одну линию как будто линия роста волос идет опять начинаем со светлого стараемся делать брови одинаковые понятно да почему то что брови это как рама для картины обрамляют наше лицо делают его выразительным и в общем-то брови сразу бросаются в глаза если они кривые косы туда это будет выглядеть немножко смешного немножко подходим смотрим на свой образ издалека потому что там очень близко смотрим мы можем не увидеть каких-то деталь уши чик недоработок так и с бровями стоит повозиться подольше потому что они у нас акцентная берем опять эту же щеточку и расчесываем так далее нужно закрепить брови так можно воском но у меня сейчас нет под рукой кисточки то желательно воском или вот таким гелем для бровей и роста ресничек но он у меня сейчас конкретно для ресниц такой чистенький новенький я им заодно пройдусь в ресничках то есть он укрепляет реснички ухаживает и на него прекрасно ложится тушь брови сделали следующий этап мы берем тени и нам нужны такие тени блестящие как основа вот как раз они у меня здесь есть и я сразу подготовлю так немножко тени не хватает ну ладно буду использовать такие и готовим сразу пушистые кисти то есть нам нужны будут такие кисточки одна или две как минимум лучше 2 чтобы делать чисто то есть у меня есть две пушистенькие такие кисточки я ими буду работать берем тени основа у меня как раз такие блестящие беленькие наносим их достаточно таким толстеньким слоем сейчас возьму еще одну зеркало таким толстеньким слоем наносим на веки растушевываем они будут очень хорошо фиксировать сухие тени то есть как прилипать к ним будет хорошо и фиксироваться чтобы тени у нас не осыпались немножко растушевываю чтобы это было красиво тут же берем сухие тени другую кисточку буду из этой палитры брать конечно лучше поярче тени использовать я чуть не приготовилась берем сначала светлый оттенок и выкладываем одну третью глаза начиная из внутреннего уголочка мы прям пришлепываем не то что мы тушуем и просто пришлепываем берем следующий оттенок какой-нибудь можно взять яркий например я возьму зелененький сегодня такой зеленый макияж и вот так на серединку глаза кладем зеленый цвет он такой ярким пятном и завершая более таким спокойным оттенком это же пришлепываем маленькое зеркало чтобы лучше видеть то есть мы прям как будто бы втаптываем тени делаем такой топ-топ-топ получилось три слоя три ряда светлый яркий и такой темный вы можете использовать любые оттенки можно взять например светленький розовый фиолетовый или голубой розовый здесь светленький потом что важно нужно взять кисточку могу взять другую просто пушистую кисть и аккуратненько просто смахнуть смахнуть чтобы не было слишком четких границ но они должны быть потому что этот макияж он такой прям играет гуляет следующее что мы делаем это делаем второй глаз чтобы у нас все было одинаково также наносим тени быстренько их распределяем мы делаем опять такую же высоту как на первом глазе быстро берем кисточку тушуем где слишком толстый слой выравниваем все берем другую кисточку и начинаем работать с тенями сначала самый светлый выкладываем в уголочек глаза пока тени сухие жиденькие еще не совсем стали мы к ним приклеиваем берем тут же ярко-зеленый выкладываем на серединку сразу сравниваем глазки чтобы было все одинаково берем теперь следующий цвет который мы использовали и выкладываем рядышком выложили берем пушистую кисточку и все смахиваем сравниваем должно быть максимально все одинаково мне нравится и сейчас мы поработаем где-то у нас карандашик есть тоже зелененький еще 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 не нахожу тогда возьму серый хорошо немножко косметику перепутали беру серый карандаш и делаю подводку нижнего века прям в ресничках прорабатываю как видите карандаш не слишком острый такой должен быть прорабатываю прям ресничках делаем тут соединение тут же второй глаз работает такой макияж он очень быстро делается и он достаточно такой выразительный берем плоскую кисть такую плоскую кисть тонкую набираем оттенок теней какой-нибудь в этой сжигами зелененькой и чуть-чуть проходимся по стрелочке внизу как бы растушевываем фиксируем и усиливаем миша на шепчет из комнаты какие тени используя это палетка the one с такими приятными оттенками теней в ней достаточно такая большая гамма цветовая так сделали сделали так глазки сделали и чуть-чуть хочется усилить вот внешний глаз внешний угол глаза и вот так же вот тенями добавляем как будто бы прорисовываем сухую стрелку это очень удобно делать плоской кисточкой а тушь уже сделает все остальное так глазки нам готовы осталось накрасить реснички для этого берем тушь пять в одном не очень нравится у нее кисточка сейчас еще раз набираем то есть вот так набираем тушь такая кисть очень удобная делает такие шикарные густые длинные реснички начинаем прорабатывать ресницы сначала от начала роста ресниц подбираемся прокрашиваем от основания и поднимаем вверх реснички сразу их подкручиваем я работаю всегда в несколько слоев первый слой нанесла набирая следующие тушь набрала прокрашиваю пока реснички сохнут можно тут же проработать низ еще набираем тушь таким движением вращательно и и красим второй слой уже длинную к и щетинкой длинные щетинки они удлиняют и хорошо очень подкручивают реснички следим чтобы ресницы не склеивались не оставалось комочков то есть они должны быть такие вот пушистенькие более естественные и сразу второй глаз так набираю еще туши потому что чувствую что туши не хватило а вы уже видите да как преображается макияж когда чуть-чуть сразу подкрасили ресницы так сразу глазки заиграли да еще раз прокрашиваю нижние не забываем про уголочки где реснички прячутся и здесь еще очень важно освежить макияж можно пудрой хайлайтер у меня еще есть такая пудра и и вам сейчас нет в каталоге такой хайлайтер и у нас сейчас продается в шариках я беру вот эту же пушистую кисточку и аккуратненько пробегаюсь в самых таких важных местах это под бровью внешний угол переносится здесь под глазиком заодно излишки какие-то если что-то осыпалось мы все это стряхивая и делаем губки губы сразу увеличивается можно подбородочек чуть-чуть сделать и красим губы я хочу какой-нибудь натуральный оттенок сегодня сделать помады использую карандаш тоже серии за ван хороший цвет такой спокойный такой коричневый крандаш как будто вы сам бегает по губам так и осталось нанести помаду использую помаду серии giordani gold так это не тот оттенок а который я хотела ах не взяла помогу которую хотела использовать и тогда нанесу просто блеск то есть блеск серии за ван он подходит по тона все макияж готов давайте вспомним что мы делали сначала выровняли лицо подготовили его к нанесению макияжем то есть использовала праймер тон пудру румяна далее мы поработали с бровями делали их выразительными но не слишком перегружены потом носили оттенок самый светлый теней это стойкие тени перламутровая их использую как основу далее мы работали сухими тенями наносили их как обычно да там до середины светлый тон или полностью а мы дробили на три равные части то есть светлый другой оттенок да какой-то акцентный темный далее подвели глазки растушевали тенями и накрасили ресницы подвели губки все макияж достаточно быстро делать если без объяснений я обычно справляюсь буквально за 7 минут максимум 10 если я там на чем-то особенно до стараюсь прорабатывать какие-то области я вам буду в каждом видео показывать новые варианты макияжа и я уверена что вы подберете что-то для себя не бойтесь экспериментировать потому что всегда хочется ну по крайней мере для меня всегда хочется быть необычной чем-то удивлять привлекать внимание до новых встреч с вами была элия донского пока пока